Турецкий язык. Урок номер 44. Субъективная модальность. Ревоед Берлящик Заманы. Третья часть. Это третья и заключительная часть урока про субъективную модальность в турецком языке. В этом уроке мы рассмотрим наклонение в субъективной модальности. Давайте напомним, для образования субъективной модальности мы добавляем к аффиксам наклонение и субъективную форму недостаточного глагола имеки в виде аффикса, который имеет 4 варианта по гармонии. Мышь, Миш, Мош и Мюш. Первое у нас – блаженствовательное наклонение субъективной модальности. Этим временем передаются действия, которые говорящий или кто-то другой должен сделать, и говорящий знает об этом с чужих слов. Для того, чтобы образовать субъективную модальность для блаженствовательного наклонения, мы сначала добавляем к основе глагола аффикс блаженствовательного наклонения, затем добавляем аффикс субъективной модальности, мышь, и потом личные аффиксы. Давайте просклоняем на примере глагола ДЁНМЕК по лицам и числам и посмотрим, что у нас получится. Корню глагола ДЁНМЕК добавляем аффикс субъективной модальности, мышь, Миш, но так как мы знаем, что изначальная форма – это у нас ИМИШ, и поэтому буковка И превращается в соединительную Е, и после этого добавляем уже личный аффикс. И получаем ДЁНМЕЛИМИШИМ, ДЁНМЕЛИМИШСИН, ДЁНМЕЛИМИШ, ДЁНМЕЛИМИШИС, ДЁНМЕЛИМИШСИНИС, ДЁНМЕЛИЛЕРМИШ. Если мы хотим сделать отрицательную форму, мы добавляем отрицательную частицу МАМЕ после корня глагола, и дальше идет аффикс наклонения, аффикс субъективной модальности и личный аффикс. И получаем ДЁНМЕМЕЛИМИШИМ, ДЁНМЕЛИМИШСИН, ДЁНМЕЛИМИШ, ДЁНМЕЛИМИШИС, ДЁНМЕЛИМИШИСИНИС и ДЁНМЕМЕЛИЛЕРМИШ. Ну, аффикс третьего лица множественного числа, как вы знаете, ЛЕР, он у нас зачастую меняет правила и добавляется сначала к аффиксу времени или наклонения, и только после этого уже у нас идет аффикс субъективной модальности. Если мы хотим задать вопрос, то у нас формула такая, после аффикса наклонения идет вопросительная частица МИМИ, которая соединяется с аффиксом субъективной модальности и потом личный аффикс. Получаем ДЁНМЕЛИМИМИШИМ, ДЁНМЕЛИМИМИШИН, ДЁНМЕЛИМИМИШИН, ДЁНМЕЛИМИМИШИ, и в отрицательной форме ДЁНМЕМЕЛИМИМИШИС, ДЁНМЕМЕЛИМИМИШИНИС, ДЁНМЕМЕЛИЛЕРМИМИШ. И в отрицательной форме вопрос звучит так, ДЁНМЕМЕЛИМИМИМИШИС, ДЁНМЕМЕЛИМИМИМИШИС, ДЁНМЕМЕЛИМИМИМИШИНИС, ДЁНМЕМЕЛИЛЕРМИМИМИШ. Как все длинно и сложно. Вопросительная форма зачастую в наклонениях от субъективной модальности зачастую не пользуемся, но мы должны знать, как она у нас образуется, потому что она у нас все-таки может тоже встречаться. Теперь посмотрим на примерах, для того, чтобы было понятно, когда мы можем использовать эту форму. Первый пример. Ярин оннар лаберабер театруя гитмелимимишим. Я должен завтра с ними вместе сходить в театр. Здесь ситуация такая. Человек услышал информацию от кого-то, что ему завтра нужно сходить, то есть он должен сходить, как бы ему надо сходить в театр с кем-то, с кем-то вместе. И вот он спрашивает. С таким как бы недовольствием. Можно добавить, как бы, так что я должен завтра с ними вместе сходить в театр. Вот примерно это вот такой окрас этого вопроса должен быть. Или следующий пример. Вы должны вернуться к столу, пока еда не остыла. Седа ханым так говорит. То есть здесь само по себе, что седа ханым говорит. Эту информацию я вам передаю. Я ее услышал от седа ханым. Поэтому здесь у нас субъективная модальность. То есть вот здесь у нас аффик субъективной модальности передает, что эту информацию я услышал от кого-то, в конкретном случае от седа ханым. И говорю, что вам нужно вернуться к столу. До того времени, пока еда не остыла. В этом наклонении аффик субъективной модальности добавляет именно субъективность. И никак не прошедшее время. Следующий пример. Говорят или оказывается, для того, чтобы красиво разговаривать, я должна читать много книг. Вот здесь как раз аффикс субъективной модальности добавляет как раз этому предложению, что как бы оказывается, или слово говорят можно говорить, оказывается, для того, чтобы красиво разговаривать, или говорят, для того, чтобы красиво разговаривать. Как бы есть такая информация, что если я вот так сделаю, то есть если я буду читать много книг, то я смогу красиво разговаривать. Или еще один пример В присутствии султана они не должны даже головы поднимать Кто-то разговаривает о правилах поведения гостей или подчиненных, визирей или еще кого-то Перед султаном, когда они находятся возле него И вот как бы я слышал или вот говорят, что в присутствии султана они не должны даже головы поднимать Я эту информацию передаю вот с таким окрасом Что я эту информацию как бы узнал или услышал от кого-то Султанин Хузурундак, Афасыны Белек, Халдыр Мамалармш Теперь переходим в желательное наклонение, которое у нас аффикс А или Э Или если корень заканчивается на гласную, то добавляется соединительная частица Е И получается Я или Е Это время используется редко и передает отношение к действию в прошлом или настоящем Но в основном в прошлом с упреком или сожалением То есть какое-то действие случилось и мы говорим Ах, вот бы было бы так или ах, вот бы не было бы так Поэтому оно у нас здесь в данном случае аффикс субъективной модальности Кроме того, что это субъективная информация, он добавляет еще и то, что это действие в прошлом Посмотрим на примере глагола satmac Как у нас оно образуется? Идет корень sat Дальше идет аффикс желательного наклонения, так как корень заканчивается на согласную букву Значит это просто буковка а у нас в данном случае Потом аффикс субъективной модальности мышь Опять же и миши, поэтому и превращается в соединительную е И получаем, и дальше личный аффикс получаем satimushim, satimushsin, satimush, satimushis, satimushsines, satimushlar Как можно перевести, например, satimushim? Вот бы я лучше, лучше бы я продал это Satimushim, лучше бы ты продал это То есть в прошлом как бы, да, у нас глагол получается Лучше бы ты продал Не лучше тебе продать, а лучше бы ты продал В отрицательной форме у нас добавляется отрицательная частица маме и получаем Satimushim Как бы эх, это такое сожаление, лучше бы я не продавал Satimushim Satimushim, satimush, satimushis, satimushsines и satimushlar Вопросительная форма, которая встречается намного реже Здесь немножко у нас, вот именно в этом наклонении по-другому Мы говорим, как в обычном предложении и в конце добавляем просто в вопросительную частицу И получается Satimushim, 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 satimushim И в отрицательной вопросительной форме Satimushim, satimushis, satimushis, satimushsines, satimushlar, 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 satimushim Тяжело бы говорить вот такие формы И немножко они непривычные, потому что мы ставится в конце Хотя до этого всегда у нас мы заходило перед аффиксом субъективной модальности Перейдем к примерам для того, чтобы лучше понять, как можно использовать такое наклонение в субъективной модальности Примеры будут необычные, но я думаю, вы привыкли, что у меня часто бывают не совсем нормальные обычные примеры Смотрим Пример такой у нас Переводим так Еще бы танк взяла Посмотри на ружье, которым она воспользовалась Против маленькой мыши Или которую она взяла Или которым она нацелилась, стреляет в мышь Пытается сделать это Бывает так, что перевод глаголов с турецкого на русский или наоборот Не всегда по смыслу схож Вот смотрите, что у нас здесь получается Танк, фалан, куланай, мышь Правильно перевести бы Вот бы она еще танк использовала Куланмак Это у нас использовать Но мы по-русски так, если скажем Вот бы еще танк использовала Как-то не звучит То есть мы бы сказали бы Вот бы еще танк взяла Или там танком стрельнула И дальше Кючучук фаре К маленькой мыши Куланды туфейбак Опять же здесь Воспользовалась или использовала Куланды Но в русском языке тоже мы так не говорим Использовала И даже, наверное, воспользовалась Тоже как-то неправильно Можно сказать Посмотреть на ружье, которое она взяла Против мыши То есть здесь При таком переводе Не всегда нужно переводить глагол дословно А можно заменять какими-то глаголами Которые по смыслу У нас не испортят предложение То есть не испортят смысл нашего предложения Вот здесь у нас куланай мышь Вот бы взяла Вот бы еще танк взяла Следующий пример Вот бы еще и номер телефона написал То есть у меня есть такое как бы Желание такое Которое в прошлом Так как это уже действие случилось То есть человек оставил только адрес И не оставил своего номера телефона Вот я спрашиваю Он только оставил адрес Как бы вот бы еще номер телефона записал Было бы хорошо То есть вот здесь Язай мышь Здесь именно аффект субъективной модальности мышь Добавляет действие того Что оно уже в прошлом Что оно произошло Вот бы он написал Следующий пример И мы сказали бы все ему в лицо Есть человек Есть человек Который мы хотим сказать кому-то плохое Но человек умер Мы вроде бы как уже Как говорят Об умерших нельзя говорить плохое Не можем сказать И мы говорим Вот не умер бы Я бы ему все в лицо сказал Мы бы ему все высказали И мы бы сказали бы все ему в лицо Следующий пример Вот бы учителя каждой школы Придумывали бы вопросы Турецкий Подготавливать И Подготавливать вопросы Но можно на русский перевести Как подготавливали Можно сказать Как придумывали Это в принципе не меняет смысла Составляли Можно слово использовать И переходим к последнему наклонению У нас условно-желательное наклонение На Са-се Это время используется В условных предложениях При этом действия были совершены в прошлом А говорящий осознает Или узнает от других Что было условие Которое могло бы привести К нужному результату Расклоняем глагол Ачмак По лицам и числам У нас получается Глагол Ачмак Корень Ач Добавляем аффикс Условно-желательное наклонение Са-се Здесь у нас Са Потом Аффикс субъективной модальности Имич И переходит на соединительную е И дальше добавляем Личный аффикс И получаем Ачсай мыши Вот если бы я открыл Переводится Ачсай мыши Вот если бы ты открыл Ачсай мыш Ачсай мышис Ачсай мыш сэныс Ачсалар мыш Здесь у нас лар Как видите Перед аффиксом субъективной модальности Оставилась Далее отрицательная форма Добавляем частицу маме И получаем Ачмасай мыши Вот лучше если бы я не открывал Ачмасай мыш сэн Вот лучше если бы ты не открывал Ачмасай мыш Ачмасай мышис Ачмасай мыш сэныс Ачмасалар мыш И вопросительная форма Здесь точно так же Как в других временах У нас сначала идет корень, аффикс условно-желательное наклонение, потом вопросительная частица, аффикс субъективной модальности и личный аффикс. И получаем оч самый мышь, оч самый мышь сын, оч самый мышь и в отрицательной вопросительной форме оч мас самый мышь из, оч мас самый мышь сын из и оч мас алармый мышь. Теперь сразу переходим к примерам и смотрим как это используется. Это наклонение, как вы знаете, у нас очень похоже с желательным наклонением, но здесь еще добавляется если бы, то есть было бы какое-то условие. Там у нас вот бы, то есть желание в виде вот бы, а здесь у нас условное желание, если бы. Такое предложение. Вот если бы я раньше завел аккаунт в фейсбуке, то у меня сейчас было бы больше подписчиков. Если бы я раньше открыл, ну или завел аккаунт, то есть здесь добавляется еще и как бы условие, не вот бы я раньше завел, и у меня было бы сейчас подписчиков, а если бы я раньше завел, у меня было бы больше подписчиков. Если бы вы съездили в этом году на отдых, то ваша голова бы отдохнула. Если бы вы съездили на отдых. Зачастую в предложениях условно-желательное наклонение субъективной модальности, после первой части предложения, то есть после условности, дальше используется глагол в широком времени субъективной модальности. Это вот зачастую используется вот так. Вот видите, здесь у нас в первом примере было чокта кипчим олурмуш. Или вот в нашем последнем примере. То есть видите, у нас олурмуш, это у нас глагол в широком времени субъективной модальности. Зачастую это вот происходит вот по такой схеме. Бывает, когда предложение у нас короче. Не обязательно, что если бы условие исполнилось, то произошло бы то-то. Например, вот смотрите. Эх, если бы он совсем не знал или не узнал, что я здесь. Как бы можно было бы сказать и в желательном наклонении. Что бы у нас получилось? Получилось бы Или можно сказать в условно-желательном Вот если бы он совсем не узнал. У нас здесь добавляется как бы условность. Но продолжения у нас нет. Уже здесь у нас в предложении такое опасение, как бы я высказываю этим. Говорю, вот бы он не узнал. Это мое такое опасение. Еще один пример. Дюмбину хатырла саймушим Бугюн бирща и лер дюшу нюрдунь Дюмбину хатырла саймушим Если бы я вчера об этом вспомнил Бугюн бирща и лер дюшу нюрдунь То сегодня что-нибудь придумал бы. Ну то есть я забыл о какой-нибудь дате рождения Или что, не знаю, день 8 марта И моя вторая половинка как бы об этом намекает, говорит И я вспоминаю и с сожалением говорю Ах, если бы Дюмбину хатырла саймушим Если бы я вчера об этом вспомнил Бугюн бирща и лер дюшу нюрдунь Я бы сегодня что-нибудь придумал А так получается, что я ничего не придумал И меня надо гнать из дома Напоследок, давайте мы с вами вместе прочитаем И переведем маленький рассказ Или как говорят анекдот про Хаджуна Среддина Обычно такие рассказы не столько смешные Сколько поучительные И еще я нашел здесь аж одно слово Которое стоит в условно-желательном наклонении Субъективной модальности Чтобы это как-то относилось к уроку Ну я думаю, всегда подстрочный перевод Это очень полезное И разбор вот такого текста Это всегда полезно для практики Ну начнем Направляясь Ну слово гитмек Это значит двигаться или направляться С одного места в другое Или удаляться в то место И у нас в данном случае Кёйден из села Шехре в город Он направлялся из села в город И делая это он Устал Здесь вообще во всем рассказе Глаголы будут стоять В услышанном прошедшем времени Так как это какой-то рассказ Который мы пересказываем Из чужих слов Мы не были свидетелями От кого-то это услышали Где-то это прочитали Продолжаем Тарла это у нас поле И тарла это край поля На краю поля Скажем Это у нас ореховое дерево Под ореховым деревом Дай-ка я отдохну Демиш Демиш используется Можно сказать как сказал Но так как он здесь Получается Сказал сам себе Можно переводить как решил То есть он сам себе сказал И на этом согласился То есть решил сам собой И получается что Однажды на средин Ходжа Направляясь из села в город Очень устал И решил отдохнуть У края поля Под ореховым деревом Дальше Взяв и осмотревшись Вокруг Ну шоэлэ бир Это вот так Да вот если дословно Вот так Этрафына Это значит Вокруг Бакынып Посмотрев А один алтына Под деревом Узан мышь Узан мак Это переводится как Можно перевести по-разному Можно прилечь Можно сделать Развалился Разлегся Разные такие значения У нас И если слово Узан мак Это значит Тянуться к чему-то Можно еще перевести Как растянулся Под деревом Мы не будем говорить Растянулся Развалился Мы скажем Прилег Шоэлэ бир Шоэлэ бир Трафына Бакынып И осмотревшись Вокруг А один алтына Узан мышь Прилег Под деревом Ве Шоэлэ дышун И вот так Подумал Эй Аллахым О мой Бог Или о мой Аллах Гюджуне Суаль Олмаз Суаль Переводится как Вопрос Гюдж Это у нас Сила Так как это Бог Или Аллах Здесь мы можем Силу использовать Как могущество Суаль Олмаз То есть Нет вопросов И еще Здесь есть такое слово Но когда говорят Вот с таким вот Замысловатым Нужно остановиться Именно на этом слове Идет у нас Ударение Всего предложения Получается Эй Аллахым Гюджуне Суаль Олмаз О мой Бог Твоему могуществу Нет вопросов То есть Нельзя задавать вопросы К твоему величию К твоему могуществу К твоей силе Но На тонюсеньком Кабак Это у нас Тыква Сап Это у нас Стебель На тонюсеньком Стебле Тыквы Самого растения Коджаман Огромный Кабак Есть тыква Если дословно Но мы на русский Переведем так На тонюсеньком Стебле Растет Огромная тыква Здесь нет слова Растет Но турки говорят Кабак Но мы же так Не будем говорить Что есть большая тыква Мы говорим Растет Огромная тыква А Коскоджаман Ачта А на огромном дереве Кючудюк Малюсенький Девизвар Есть орех Мы переводим Как растет орех А на огромном дереве Растет Малюсенький Орех Бунасылыч Что за дела То есть Как такое Как бы ты мог придумать Он же вначале говорит Как бы Нет вопросу К твоему силе К твоему могуществу Ну зачем так Ты придумал Что на тонком стебле Здоровое что-то А на большом дереве Маленькое растет Дейб Сказав так Уйкуя Далмыш Он углубился Далмак Это у нас что Далмак Это значит Куда-то Куда-то влезать Далмак Можно это В воду Нырять Да Вот Что-то Как бы Тараном Во что-то Въехать Куда-то По смыслу Это вот так Получается Уйкуя Далмыш Это значит Он Влетел Как бы В сон Ну или Провалился Сон По-русски Наверное Правильно Будет перевести Дальше Аачтан Бир джевиз Ходжанин Кафасына Дышу Вермиш С дерева Аачтан Бир джевиз Один орех Ходжанин Кафасына На голову Ходжанин Средину Дышу Вермиш Упал Есть слово Дышмыш Просто упал И дышу Вермиш Придает такой Взял И упал То есть Случилось Такое Действие В кафада И у него на голове С размером В орех Бир Шиш Олушмыш Образовалась Шиш Это шишка Я не знаю В русском языке Может быть шишка Тоже Со слова Шиш А может быть и нет Шиш От слова Шишмек Вообще Глагол есть Такой Надуваться И шиш Это что-то Раздутое Надутое Но в данном случае У нас получается Шишка У него Образовалась Шишка С размером В орех Ходжа хидетле уянмыш Ходжа хидетле уянмыш Это значит Ходжа Проснулся Как он проснулся Хидет Вообще-то Гнев и ярость Как бы В гневе В ярости Он проснулся Ну Гнев и ярость Наверное От того Что орех Ударил ему По голове Очень сильно И сказал Я рабби Раб Это тоже Раб Рабби Это Так называют Бога Я рабби Отворец Сен Эн Иси Белирсен Демиш Сказал он Эх Да Бог Ты Знаешь Все самое лучшее И потом говорит Вот сейчас Если бы эта тыква Была бы на дереве Была бы она там Беним халим Неолурмуш Беним халим Хал это Состояние Халим Мое состояние Беним халим Неолурмуш Что было бы С моим состоянием Но мы на русский Можем перейти Что было бы со мной Если бы сейчас Эта тыква Была бы на дереве Что было бы со мной Ну то есть Он понимает Что если бы Эта тыква Сейчас упала Возможно Она бы его И могла бы убить Даже На этом урок окончен Хочу поблагодарить Всех Кто поддержал Мой проект И сделал Донаты Пусть это небольшие суммы Но они мотивируют Меня И мне хочется Быстрее делать Больше делать уроков Спасибо за это Кто хочет поддержать Проект Ссылка будет под видео Также под видео Вы найдете ссылки На наши группы Фейсбуке Вконтакте Подписывайтесь И там вы встретите Различные дополнительные материалы И материалы о Турции И материалы о турецком языке О изучении турецкого языка Также жду от вас лайки Если вам понравилось это видео Ваши лайки и комментарии Тоже очень важны для меня Спасибо за внимание До следующего урока До скорых встреч До встречи